Я пешочком сегодня. Я не думал, что мы будем на окрытом паркинге, Сань. Я не пролезу. Ты что, псих, что ли? Только узнал, что ли? Серьезно? Ты что, серьезно купил фуру? Я! Я тебя понимаю. День добрый. Здарова. Что, мы сегодня едем за машиной? Я очень волнуюсь. Я сейчас столько видосов пересмотрел про какие моторы, на что смотреть. Ты прям переживаешь. Я очень переживаю, понимаешь? Я попытался найти подборщика за вечер, но никто не согласился идти. Потому что говорят, ладно бы была другая, но вот это вот надо искать. Наштудировал брошюрки и подготовился, как говорится. Поехали смотреть. Вот время и настало. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там бывает столько снега, что земля не видит небо и звезд. О, это прям он. Это поменьше. Это поменьше? Да. А вот и я. А вот и он. А ты уже смотрел? Я ее не смотрел. Подождите, это мы едем в автосалон грузовиков? Такое бывает? Да, таких много. Я вчера был в двух автосалонах. Они работают так же, так знаешь, наброски делал. Камеща, очень выгодно, прикручивает свое и продает. А ты эту машину уже видел? Я эту машину только глянул. А что у тебя с ламбой? Все хорошо. Ну что? Ламба собрана. Ну ты же вообще не ездишь, да, получается, на ней? Не, а что, ну не сезон, а зима. Это так обидно, это знаешь, это как летом коньки купить. Но это очень жестко, поверьте мне. Это мухи страшные. Мне получилось собрать ламбу. Вот она, красавица, на полном ходу. И получилось забрать роллс, правда его сейчас нету, потому что он у Паши на полном обслуживании. Можем прямо сейчас переместиться к роллсу. Хотите посмотреть? Давай через пупок. Все машины, короче, оказываются на этом подъемнике. Ну, на самом деле, с Росом все хорошо, просто небольшое ТО, меняем все жидкости, масла, все, что вот за год могло застояться, короче, просто, чтобы я на нем мог нормально, полноценно покататься зиму. Помнишь наши шутки с Росом, там, антифрисов, жирного подшипника, сальник, ступицы, маховика, дворник, помнишь? Да, и что? Знаешь, что есть в этой машине? Охлаждение с салинблоков. Смотришь на Рос, очевидно же, красивая, статусная, такая элегантная машина. Смотришь на ламбу, совсем другое, низкая, знаешь, но тоже красивая, красоту не отнять. Смотришь даже на меня, ну, красавчик. Ну, тут вопрос. Ну, вот здесь, да, брежем, вопросов не будет. Знаешь, люблю красивые вещи, у меня даже карта красивая. Это уникальная дебетовая карта Тинькофф Блэк в космическом дизайне. Она не просто красивая, она еще и экономит, и зарабатывает для вас. Вы просто представьте. До 20% при покупке билета в кино на концерты и театры через провожание Тинькофф. До 15% кэшбэка на три выбранные категории трат. Возможность получать 1% с любых покупок по карте. Ты долго держать будешь? Ну, да. А что, куда поставить? Давай на турбокит. Давай положу, Димончик, вот сюда. Знаешь, что мне нравится, помимо реально красивого дизайна? Что тот же кэшбэк, он приходит настоящими рублями, которые ты в теории можешь пойти и снять в банкомате. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. И бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Я тоже с Тинькофф пользуюсь, вообще круто, очень нравится. За границей реально бабки снимаешь, пофи. Не, реально уж удобно, мы без постановок это все, вот пацаны реально пользуюсь. Плюс эта карта даст вам 20% кэшбэк на видеоигры, 15% кэшбэк на Яндекс и Дум и Деливери Клаб. И 10% на приложение в App Store и Google Play. Ссылку я оставлю вот здесь. Ну, или если неудобно, то в описании. Вы доехали, поздравляю. Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. Мы автономные роботы-организмы с планеты Кибертрон. Но ты можешь называть нас автоботом. Ты не удивлен тому, что видишь нас? В общем, вот, чтобы ты понимал, вот этот вот вход мы только что прошли. Вот там вот все машины стоят. Она прям на выходе стояла, я ее так вот. Бля, ну выглядит... Капец она здоровая сегодня. Это охренеть. Выглядит как успех. А если мне негде будет жить, я перееду в машину, просто посмотрите. Я прогрею ее до сюда. Реально, машина с первой Форсажа, вот посмотрите. Сейчас будет точдаун! Ё-кароны бабать Ты псих, что ли, совсем? Какая херобора Мне кажется, наверное, парковка в автосалонах все-таки не заедет Метра три, наверное Четыре, я не знаю, посмотрите Ну вот, геометр семьдесят Еще два миллиона по входу Урал курит в сторонке Я думал, Урал большая машина Урал шесть на шесть Ну да Ну вы сравните просто А я один заметил, что Рус еще не купил Смотрит на машины И у него глаза счастливее Даже когда он крузак купил Вот именно купил Ну посмотри на нее Я не знаю, правда, как ей управлять Четвером поедем, разберемся, я думаю Что там И еще поспать можно Главное, чтобы все гоньки горели Если вот все гоньки горят, нас берем Это как называется Праздник к нам приходит Да Вот это Ставьте, да К праздник к нам приходит При Фрейтлайнер Как? Фрейтлайнер А какой? ФЛД Чо? Ф, ЛД Модел Модел? Фрейтлайнер Флд? Филд, да Какой год он? 2003 третий. 14 литров мотор. Рама есть. Протекер тоже имеется. Давайте так, надо сначала посмотреть по мотору, запустить его, пусть он прогревается, а дальше уже будем смотреть раму и все остальное. Что, не открывается? Ну, замерзли немножко. Такие машины хорошо в мороз смотреть, потому что они в мороз показывают все свои болячки. Если вот воздух где-то травит еще что-то, он сразу зашипит. Ты видел салон? Я видел салон только вот так вот и все. А что сидухи-то нету второй? Сань, она чистая для водителя. Да это же дом на колесах по сути. Сань, ламинат даже постелен. Это линоле. А, нет, ламинат, прикинь. Ламинат. Итак, в эфире обзор дома на колесах. Факты, детали, сшато, самую суть. Капец. Офигеть. Чего? Смотри, я до потолка не достаю. Фига тут до потолка место. В квартире меньше места, чем тут. Рукомойник. Тут 220 вольт выведен. Здесь должен быть холодильник, но его тут, к сожалению, нету. Смотри, обычная розетка из дома. То есть, если куда-то снимать поедем, можно эту камеру заряжать. Оттуда ты можешь управлять и громкостью, и печкой, которая, если машина запущена. И отсюда автономочка включается. Руслой, это что, компрессор? Или что это? Да, 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 это воздух уже. Реально? Да, подувать все. Отключаем без страша. Включаем слабоумие. Слушай, я про другой машину обзор смотрел. Тут такая елда прям торчала. А тут что? А тут полуавтомат. А тут смотри сейчас сидушка накачается, когда Прямо упадет, он нажит. Ты мне знаешь, в этот момент чем-то напоминаешь Мишу с его хаммером. Это, знаешь, такая машина, которая в грязях только может захотеть, потому что она нереальная. Поехал бы в Владивосток на ней? Да. Че? Да. А это че? Это топливные баки, их два. Если по видеообзору, это маленький бак на 450 литров. Их два, 900 получается. Это, получается, я могу год заправляться, да? Да. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять колес. Стоимостью одно колесо 30 тысяч. Считайте. Рус, а главный вопрос. Какой пробег? Пробег заявлен на 900 тысяч километров. Сколько? 900. И это нормальные пробеги для таких автомобилей. Вот в среднем, посмотри, вот даже с 7-8 года там машины стоят с пробегом миллион, миллион триста, миллион семьсот. То есть у них 300 тысяч, это капсула времени еще, да? 300 тысяч, это на обкатку только прошла. Много именно вот таких вот ездят в России? Мало, очень мало. Они такие, знаешь, очень специфичные, они большие, они неуправляемые, неповоротливые. А у нас же че любят? Чтобы везде пролезло, где машина много, как это, как змеё наш прополз. Короче, это не ликвидная, редкая хрень, но она типа максимально трушная. Она очень трушная, она очень прикольная. О, Русик. Вот это боевая техничка. Да? Да. Ака по размерам, как решетка радиатора, на фрил, как? Фрейдлайнер. 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 Бля. И он не знал на свете большей радости, чем называть её по имени. Короче, мы всё просрали. Я предложу пойти погреться. Мы ровно грелись минуту. И вот за это время всё случилось. Капот открылся. Посмотри, какая дура сами. Гуляет от летней солярой, возможно, что с запуском будет... 14 литров. Огромные проблемы. А сколько он не запускался? Месяц, точно говоря. Может, горячий воздух сделаем во вкус? Я так экспериментировал довольно успешно. Не, ну я без шуток. А что, если грамотно сделать, грамотный факел. Бля, горим! 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 Ветер, там ветер! Не ходи! От вентилятора прям ветер. Обалдеть! Он поначалу запустился, прям мягко шелестел хорошо. А сейчас всё-таки он разошёл, ещё очень громко начал работать. Я не понял, это что, Тайм-сквэр? Ну да, это, бля, круто. Смотрится так, как будто бы может навалять. Да? Прямо. Я до сих пор не верю. Но это самая крутая тачка. Не самая дорогая, но самая крутая. Но это правда. Я думаю, все согласятся. Песель не приносит нам ручь бодрящие радости. А этот фур всегда настоящий. Ну, почти. Давай, малыш, ты сможешь? Давай, ещё чуть-чуть. Чё? Мы придумали кличку. Какую? Малыш. А я ему сказал, давай, малышка, вот здесь, когда он поезжал. Да? Да. Давай, малышка? Малыш. А я тоже кричал, давай, малыш, давай, малыш. Малыш, давай, малыш. Малыш, давай, малышка, давай, малышка. Давай, малышка, давай, малышка. Раз, два, три. Малыш на месте. Просто как обязан, необъятный, огроменный малыш. Миша хотел Хаммер Брусик хотел фуру Главное, чтобы не появился кто-то еще Кто хотел бы Больше Самолет Это максимум Вы достигли уровня Максимум Короче, приехал Денчик Я продал все время А8-6 Ден совсем приехал Ден, он хоть как-то разбирается в грузовиках Я пока обзванивал всех Он говорит, слушай, если получится, я сегодня приеду Что-то в них понимаю, я подскажу Он пошел смотреть? Пойдем с ним смотреть А что там фиксуют? Наверное, на передаче, вероятно Там что-то с блокировкой, Вань Честно, если я что-то понимаю, я бы подсказал, конечно А он точно в Капиталиной? Доки есть? Я просто прочитал объявлено Сказали, да, то, что... Сказали, что капиталиной Просто капитал к этому мотору стоит нереальных денег Сколько? Ну, тысячи 14-15 где-то Долларом Конечно Я что-то сомневаюсь, что кто-то мог его делать На цена 2 там Как по мне, дороговато, конечно Честно Объективно А ты знаешь, когда на рынке их нету Ты можешь диктовать свои условия Ну, тут такое Рыночная экономика У них сейчас есть, ну, сколько там, по-моему, штуки 2-3 Два в Москве и один в Курске Все Привет Эй Здравствуй Это Русик Он любит фуры Рассказывай, что? Мы сегодня посмотрели Нам она понравилась Более детали начали изучать И не то Тормозов нету Подушки не надуваются По салону половина не работает И хотят за этот 2 миллиона 30 тысяч рублей Альтернатива есть 2 Одна в Курске Вторая в Подмосковье О, она подходит, звонится Вторая в Подмосковье двухцветных Давай на него посмотрим Я звоню прямо сейчас Сейчас я найду ее Итак, у нас второй день нашей передачи Передачи в поисках грузовика Я вот прям чувствую, что эта фура лучше, чем вчерашняя Что мы ее заберем Я прям почему-то уверен Не знаю почему Но он больше даже похож на праздник к нам приходит, да? Он прям на эту очень сильно похож Он просто на даче у кого-то стоит? Он на даче у кого-то стоит Он раньше работал в цепке Прицеп недавно человек продал И вот остался только тягач Вот мы за тягачом приехали О, смотри Ага, тягачи Я думаю, что Руслан будет радоваться И убежит в то поле О, нифига себе, ну вот вверх Мотор чуть-чуть другой И коробка на механике уже в этот раз Прям полноценная механика Это хорошо? Это, да, проще Посмотри Сразу вот Покажи Видишь, что даже стоят эти подкрылки А там не было Там не было То есть, ну, машина в ухоженном состоянии, в рабочем И баги, по-моему, побольше Парни, только не надо нас снимать Вас не будем Вас не будем Мы только себя и грузовик Здравствуйте, Руслан Нет, нет, нет Давайте так Вот вы его если купите А мы по-другому Нет, вы можете куда-нибудь отъехать И там снимать Ну, я против Невеселые слова Как и сама ситуация Машина на ходу Но он приехал месяц назад Тогда было тепло И замерзли конденсат в трубках Вот слышишь он? Да, да, да Вот, он не может протолкнуть воздух в систему А, ну, я понял Вот Сейчас с этим попробуем разобраться А так, в целом, машина Она очень Да? Визуально, да Она прям поинтересна Жалко то, что нельзя снимать Что? Что? Темнело У нас сейчас столько эмоций Мы смотрели, сколько вы? Часа четыре? Больше Даже больше В общем, в итоге берем Один миллион восемьсот сорок тысяч рублей Покупается мечта Русика Это первый щедельный тягач Первый американец Вообще просто Что-то с чем-то Я даже не знаю Что здесь Где, зачем, почему Если брать в сравнение Вот этот вот И синий Это новая машина А синий Это Машина с пробегом Триста лет А чем хуже Рус? Кратце Чем? Пора выпустить Страшная хрень Страшная хрень Ты где? Проблемы, братан Снег упал Скрыш Короче, нам не дали там сделать подсъемы Подсъемы сейчас Встречайте, это Байклайнер XL Байклайнер XL Байклайнер XL Капец, она кайфовая Офигеть Поздравляю, Рус Спасибо Это знаешь, ну прям дорвался, да? Это прям капец, как дорвался Капец, как дорвался Сами-то пиздец Нахуенная Да Брат Брат, лимпед за тебя рад Ты доволен? Да, сейчас еще проедем Только не прыгай, что-то, пожалуйста Поехали Поехали Дэн, спасибо еще раз Да, не за что Помог Дэнчик, спасибо, брат О, такие федухи необычные Они этот, они на плевме Че тут есть вообще по салону-то? Спальник, фигальник Фига, тут, кстати, аккуратненько прям Ну, аккуратненько, ты видел ту? Да, по сравнению По все Че, рация есть? Есть Мужики, есть кто? Слушай, друг, ну и классная же у тебя телега, а? Так Первая Так, первая Ручник Снимаем Ты проходишь там? Со свистом Как ты понимаешь, как мы едем? Я не знаю, я пока инстинктивно понимаю, где она пройдет, где она не пройдет Смотри, разгоняешься А ты научился переключаться? Вторая Без сцепления все это делается Капец Я могу стоять в машине и делать подсъемы Не вошло? Вошло Ой-ой Вот и первая трудность Нам нужно разъехаться как-то Правее Правильно Притормози там, пожалуйста У меня здесь деревья вообще-то Ой, а теперь деревья А мы цепляем? Да Ой, я слышу, что мы цепляем Это не машина была, я надеюсь А? Нет Можно управлять? Нет, управляться она легко Я тебя понял Извините меня, пожалуйста Я только сел на фуру 6 километров А там уже очередь? Там огромная очередь Вы когда-нибудь видели такого сосредоточенного руса? Тебе страшно? Очень Не представляешь как Но ты же привыкнешь Просто знаешь А к фурам лучше привыкать летом Все же Так, значит, первый мост Хобби прошел Хобби прошел Хобби прошел Хобби прошел Блин, кажется, как будто бы все Блин, ну как же здесь кайфово, Сань Ты едешь, все видишь Я думаю, этот нос будет мешать Но на самом деле Это очень крутой аппарат Я в бакере Просто в бакере Все, тело торожит Я вообще Так круто Я вот сейчас не жалею ни копейки Которую я сейчас отдал за него За синий я не знаю А вот за этот прям не жалею Мне очень понравилось Как это новое модное слово импонирует Глаза вас не обманули Глаза вас не обманули Но мы уже едем домой Послушай, там далеко-далеко есть земля Там снег, там столько снега И если бы я там не был сам Я бы не поверил, что бывает столько снега И дальше не буду петь, что тут ребенок с колеса Что, мы в пробку попали? Мы попали в пробку Самое главное не забыть, какая машина впереди тебя была Я понял Если что, ты просто ее не увидишь, да? Да Просто это прям картина масла Еще очень кайфово А, есть, смотри, есть Детский кудок А, да? А, есть Чига Капец Какая хрен Я не знаю, как это вам скользится А как у вас тут в гелике? Нормально, а что вы едете медленно? Хотя, тупой вопрос Я, короче, навигатор Я думаю, блин, классно, полтора часа ехать Потом Рус просто проезжает съезд И там, типа, по навигатору Плюс 41 минута к времени Я звоню Русу, он говорит Ну Короче, он пояснил нам, что Что фуру не везде можно ездить Поэтому мы ездим в объезд Едем в объезд И, не знаю, часа через три будем на месте Вместо часа Ну, это фура Что не сделаешь для мечты друга Мечта В небе летает Землю не видит Утешает Да мы налюбоваться не можем Слушай, ну, звучит он вообще охренеть Просто, знаешь, мощь такая Прям пипец Смотри, вообще, прям Вот, только начинаешь раздуваться Получается, праздник нам приходит? Да Всегда синдикат Веселье приносит на брус бодрящий Праздник на фуре всегда настоящий Прямо за мечтой Проложать не стоит С выводом и пахнет Это так странно Только успеваю тормозить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин